Ровно год назад на улице Твери Калининского района вышли синие брендированные автобусы. Неконтролируемые маршрутки ушли в прошлое, их заменили комфортные городские автобусы. С праздничной датой руководство и сотрудников Верхневолжского АТП поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона посетил предприятия, осмотрел автобусы, работающие на городских, пригородных и междугородних маршрутах, а также провел встречу с коллективом. На торжественном мероприятии присутствовала и наша съемочная группа «Слово Натальи Чекет». Тверская область одним из первых регионов страны приступила к комплексной модернизации пассажирских перевозок. Сейчас ежедневно синие автобусы перевозят треть населения Твери и Калининского района. Василий Перепадя, водитель Верхневолжского АТП, работает здесь с самого начала. Рассказывает, что не пожалел, когда выбрал транспорт Верхневолжья. Лучший огромный плюс – это белая зарплата, оплата труда, современный подвижной состав и поддержка со стороны руководства постоянная. То есть помогает решать все вопросы. Это, конечно, огромные плюсы. Еще одно из новшеств транспортной реформы – возможность безналичной оплаты проезда несколькими способами. Банковской картой, проездным или через приложение. В первые дни работы автобусов многие продолжали платить наличным водителю. Иногда из-за непонимания, как пользоваться безналичной оплатой. Однако со временем эта ситуация изменилась. Если по первости они не умели у нас пользоваться транспортной картой, сейчас это постепенно все мобильное приложение. Людям нравится. И как бы мы стараемся людей всех приучать. Конечно, одной из главных задач при запуске новой модели пассажирских перевозок стал подбор и обучение квалифицированных кадров. И с этим, несмотря на некоторые трудности, в компании тоже справились. Большая трудность наша была, конечно, квалифицированные кадры. Мы запускали свою программу по переподготовке наших водителей. У нас 47 женщин. Из них, когда мы только открылись, было всего 35. Это вот в течение года мы переподготовили. У нас есть женщина, которая приехала из Германии, у нас работает, переобучилась за наш счет, и она успешно на малом классе работает. На встрече с коллективом Верхневовского ТП сотрудники рассказали Игорю Рудене свои истории трудоустройства. Задавали актуальные для них вопросы. Больше всего работников интересовал ремонт городских дорог и соблюдение правил дорожного движения водителей легковых автомобилей. Многие водители стали лучше относиться к автобусам, но есть все-таки те, которые не пропускают остановочных пунктов. Можно как-то повлиять, усилить контроль. Игорь Рудене пообещал разобраться со всеми вопросами, которые были обозначены во время общения, и дать соответствующие поручения профильным министерствам. В планах на этот год у транспорта Верхневолжья внедрение новой модели перевозок в крупных муниципальных образованиях Тверской области. Предполагается, что на этих территориях будут курсировать порядка 118 автобусов, а общий пассажиропоток составит более 10 миллионов человек. В дальнейшем планируется обеспечить современным и безопасным транспортом все Верхневолжье. Такой транспорт преображает и город, и саму атмосферу, и целая агломерация во всей области. Опыт работы с нашими коллегами из других регионов, которые приезжают и внедряют такую же транспортную модель. При этом мы ставим сейчас задачу перед собой максимально быстро и комплексно развить на всей территории Тверской области транспортную модель с таким безопасным и, самое главное, удобным транспортом. Информация о расписании в маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании «Оператор Трансфер в Верхневолжье», а также в мобильном приложении «Волга». Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8 800 350 00 99. Субтитры создавал DimaTorzok